Музыка Здравствуйте, друзья! Вы находитесь на нашем семейном канале. Меня зовут Марьяна. И сегодня мы поговорим о том, как так получилось, что мы переехали за 3,5 года 7 раз. И, мягко говоря, каждый раз это было не налегке. Тема переезда в нашей семье встала еще в 2013 году. В 2014 произошла эта история по соотношению рубля к доллару. И мы поняли, что мы не полетим в Европу. Хотя цель у нас была изначально переехать в Испанию. И так вышло, что мы решили попробовать вообще с Азией. Готовились мы к переезду несколько лет. И в 2018 году мы решились. И, несмотря на то, что на все уговоры Олега полететь сразу на Сумы, я все-таки стояла на своем и очень хотела начать с Паттайи. Мне очень понравился один кондоминиум, который находится в Паттайе. Называется он Амазон. Там прекрасная территория. Шикарный бассейн. Единственный его минус оказался, что он очень холодный. Тренажерный зал, кафе. То есть все было прямо на территории этого комплекса. Квартирки небольшие. Наша квартира была порядка 34-36 квадратных метров. В основном они все такие. Олежка, наверное, уже спустился в бассейн. Сейчас посмотрим. Ну, если не спустился, то сейчас спустится. Вот у нас выход получается из нашего корпуса. Вот так, ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток. По переходику. И вот здесь вот самые ближайшие лежаки. Там теплый бассейн. Ну, хотя бы терпимо теплый. Значит, в Амазоне мы прожили 4 месяца. Паттайя мне понравилось тем, что я была там мобильно. Я могла спокойно сесть на любой тук-тук. И за 10-20 бат я могла перемещаться по городу. Пешком до моря было от этого кондоминиума далеко. Минут где-то 25 пешком. И море в Паттайе в тот момент было, мягко говоря, нечистое. И вода мутная, и очень много чего мы там находили с Эриком. Такого не самого приятного. Прямо вот плавало море. А чтобы искупаться в нормальной воде, красивой, хорошей, и рядом с Паттайей, нужно было ехать, плыть на остров Кулан. Через 4 месяца мы переехали на остров Самуи. Сначала мы заселились в дом за 7000 бат. Там не было ни микроволновки, ни душа, ни чайника. Ну, душ там, понимаете, он как бы висел, но с другой стороны он не работал. И так приходилось мыться там с помощью просто обыкновенного шланга. Вода не нагревалась, но так как каждый день 28-32 приблизительно, да, такая температура. А мы переехали в апреле, а там уже температура была 37 градусов. То есть можно было мыться спокойно до обеда, то есть до 3 часов дня. И тогда в тепленькой водичке все замечательно. Но, опять же, этот баллон огромный, он стоял на улице. И если много посуды, если убираешься, то на помыться уже оставалось очень мало воды. Или наоборот, да, там, если убираешь дом, то и себя помыло, то посуду уже как бы помыть придется в холодной воде. В общем, вот такие вот мелочи, это напрягало, если честно. Также в этом доме у нас появились домашние животные. Например, улитка, которая ползла 3 дня под потолок. Или через водосток к нам залезла лягушка. Она тоже у нас там где-то денечек пожила. Еще цикада как-то раз залетела, и пришлось ее закрыть в туалете. Я так, на самом деле, их боялась, потому что они такие мерзкие. И залетали прямо волосы, в общем, ну ладно. Но этот период мы пережили. Сначала, значит, за 7 тысяч бат, а потом договорились с хозяйкой о том, что еще несколько месяцев мы снимали за 6 тысяч бат. Это дом 100 квадратных метров, и там было 3 полноценные комнаты, большие такие, огромная кухня, и 3 минуты пешком до моря. Причем на море не души вообще, то есть людей там практически никогда не было. Вот одна комната. Вот вторая комната. Третья. Два вентилятора. Один. Два. Огромная кухня. В принципе, ничего там такого в ней не было. Даже микроволновки не было. И холодильник такой средненький, немаленький, небольшой. Ванная. Вот нагреватель. Но он практически не работал. Полка. Ну и за все это они хотели 6 тысяч бат. Лампа наша, выручалочка. Давайте 700 бат. Лучше бренды. Да, у нас тут беда. Не знаем, как это все перевести. Вот все наши вещи. И вроде как такси стоит 700 бат. А дешевле нет. Ну и здесь такое место у нас было. Улаун-Дзуна. Здесь мы отдыхали по вечерам. После чего мы переехали в другое место. В один отель, который находился на Бобхуте. Так получилось, что мы работали в Таиланде. И работали с одной женщиной, которая разрешила нам жить в этом отеле. Вместе с ней мы работали. Такая история длилась у нас на протяжении 8 месяцев. Ну, то есть, вся эта история заняла примерно 8 месяцев. Да? Пока-пока. А парень попал. Что ты хочешь, Эрик? Ой. Кинданцовый, Эрик. Ее нет. Давай, давай кинданцовый. Кинданцовый. У тебя получается? Да. Ждем. 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 Да, я эту сумку купила специально для пляжа, но она что-то так у меня износилась. Так что теперь здесь служит ковриком. А этот балкон у нас вообще какой-то сумасшедший. Тут все такое пляжное, все для моря. Вон, видите, пистолет огромный. Это мешок с игрушками для песка. А вот это, конечно, бардак. Бардак, да. А бардак здесь, потому что с этой крыши капает вот так вот вода и вот сюда вот так пш-пш-пш-пш, все мокрое. А это наша традиция, смотрите. Папа должен обязательно остановиться и попрощаться с Эриком. Да. Да. А вон, если он не останавливается, да, то не останавливается его. Да, бывает, что папа не останавливается. И что тогда происходит с Эриком? А приходит его плакать, но довольно никак. Надо плакать, да? Только плакать не надо, но Эрик плачет. И расстраивается так. Ну, папа остановился. Все, пошли играть в башню. Давай. А вообще в последнее время у нас не очень погода. Пасмурно, душновато и влажно. Но ветер есть. То есть хоть какой-то, но есть. Это уже хорошо. Ну, не пляжная погода ни разу. Я сегодня с утра Эрик Олега уговаривала поехать на пляж. Он сказал вообще ни в какую его не уговорить. Не та погода. Он говорит, вот я сейчас выйду из моря, мне будет холодно, не влажно. А ветер был в Бориком помянутый. Да, и дождик. Каждый день почти дождик, да? Да, и дождик. Но только не напрягающий вечером. То есть в основном он вечером, либо во второй половине дня. После чего мы переехали в третий дом, который находился на Ламаях. Этот дом для нас был, ну, самый замечательный. За него мы уже платили 15 тысяч бат в месяц. И у нас была, ну, территория, где было несколько домов и свой бассейн, общий бассейн. Давайте посмотрим. Хочу вам показать, какой у нас тут домик освободился. Стоит он при годовом контракте 20 тысяч бат в месяц. Если вы просто снимаете на месяц, на два, но так они вообще не разрешают, там, где-то на полгода минимум, то получается 25. Ну, можно и договориться. Значит, здесь всего сколько? Четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь домов. Общий бассейн. Я сегодня как раз утром круги вокруг него наворачивала, думала, как бы туда попасть. Значит, вот такая огромная веранда. Здравствуйте. Так, заходим. Диванчик. Телевизор. Здравствуйте. Так, кухня. И здесь раковина. Да, ванная. А это скотч. Это ванная. Капает потолок. Да, здесь пахнет отлично. О, еще одна дверь. Круто. Да, да, да. Давай зайдем. Ой-ой-ой. Что это за ступенька, ступенька? Темно вообще. А, нет света. Ого, какая спальня огромная. Прямо в красавце два туалета. Два туалета? О, ничего себе. Здесь, по-моему, можно жить вообще с кем-нибудь. Он все-таки сказал 20 тысяч, да? При годовом контракте. А если меньше, то 25. Я правильно понимаю? Очень светлый дом. Это все окна закрытые, а так очень светлые. И кухня мне нравится. Отличная вообще. Мне очень нравится кухня. И барокки такие. Угу. Угу. Чего-чего? А. Вообще огонь. Просто огонь. Вообще отдельный. А. А, да, давай еще это. Там, кстати, кошками немножко пахнет. Твои ворота, свой хор, своя банковка. Ты вообще здесь барбекю, сидя, что хочешь делать. Угу, столько места. Слушай, а уже не пахнет. У меня, мне показалось, что пахло. Очень. Угу. Мам, привет. Я здесь, мамочка. Вообще. Глазик. Привет, Ирик. Давай, давай. Здорово? Эрик, иди сюда. Вы сюда? Да, будешь я ему тоже пролети. Идем, не нравится. Безновая мешка. Угу. Единственное, что на море мы ездили уже в то время крайне редко. Потому что Олег к тому времени уже открыл фирму, которая была у нас строительная на острове Самуи. И он много работал. Ну, потом так получилось, что у меня уже заканчивались визы, мы прожили по, значит, я конкретно прожила по пяти туристическим визам, хотя очень часто говорят, что после трех уже вот прям, ну, блокируют, можно так сказать, такую возможность и просто отказывают. После вот третьей чаще всего уже на третье могут отказать в продлении туристической визы. На всего лишь на три месяца. Но так получилось, что у меня их было пять и плюс еще два бордера. Бордерран – это ты когда доезжаешь до границы, ставишь штамп, возвращаешься опять в страну, и ты можешь находиться еще в течение 30 дней. Все эти визы, все это было сделано вместе с ребенком, вместе с Эриком. В Таиланде есть такие законы, что вы можете спокойно ребенку не оформлять никаких виз, если ему нет 14 лет. В тот год, когда ему исполняется 14 лет, у него уже должна быть готовая виза. Раньше законы были такие тогда, когда мы вот там жили. Сейчас, конечно, я не знаю, что там происходит у них. И постоянно все это дело меняется. Почему мы не пошли по студенческим визам? Потому что уже в тот момент я оформила один раз себе студенческую визу. Я пришла в школу, заплатила деньги, но они мне дали неправильный пакет документов. И когда я приехала в Лаос, причем это было из острова Сумуи в Лаос, это безумно далеко. То есть с острова Сумуи проще всегда было добираться до Малайзии. А я не хотела рисковать, я хотела, чтобы было все хорошо. И мы поехали в Лаос. Как мы перемещались? Значит, мы сначала добирались на пароме, потом на самолете, а потом на поезде. И вот таким образом мы оказались в Лаосе. Но там, к сожалению, мне в посольстве сказали, что ребята, извините, у вас неправильный пакет документов, и мы не можем вам дать, ну конкретно мне, студенческую визу. И я безумно расстроилась. В общем, мы подали... Я подалась опять на туристическую. Ну и, видимо, меня спасало все время то, что у ребенка всегда были все визы. То есть и мы его хвостиком вместе с собой везде таскали. Вообще, очень многие родители поступают совершенно по-другому. Они оставляют ребенка, например, с одним родителем. То есть папа остается в стране, мама поехала делать визу. Потом мама остается в стране, папа поехал делать визу. Это, в принципе, нормальная практика. И так делало очень много наших знакомых. Но это уже, конечно, дошло просто до абсурда. И мы, если честно, устали. Очень устали постоянно ездить, постоянно находиться в таком напряжении, отчитывать дни, что скоро-скоро у тебя опять закончится эта виза, и опять придется ехать. Это так надоедало. Когда Олег оформил бизнес, это не просто так тоже все происходит. Бизнес оформляется на год. Но каждые три месяца нужно доезжать до границы и ставить штамп о том, что ты находишься в стране. Как это вообще происходило? Вот, например, если мы ехали с компанией, в основном мы это делали на острове Самуи, с компанией Майс-Муи. И это происходило так, что мы садились в маршрутку где-то часа в 4 утра, и в 10 вечера мы приезжали домой. То есть в течение вот этого всего времени ты находишься вот в этой вот маршрутке и просто шатаешься там. Это был такой ужас. Я в апреле месяце уехала в Москву завершать свои дела. И так получилось. Это я еще не считаю это как переезд. Это, можно так сказать, мы просто к маме поехали вместе с Эриком. Ничего более. Я вообще уехала с Муи, как бы не знаю еще, что я туда не вернусь, в общем. Взяла не самое необходимое. То, что наоборот, я могла там и оставить лишний раз у мамы и не возвращаться с этим. Ну, чисто так я к этому ко всему отнеслась. Но все совсем пошло не по плану. Пошло по-другому. И так получилось, что мы, значит, с Эриком приехали в Россию. И в июле где-то, в июне-июле приехал Олежка. И после чего мы поехали в Чебоксары. И мы не из Чебоксары. Мы никакого отношения к Чебоксарам в принципе не имеем. Просто так получилось, что мы поехали туда лечить зубы. И у нас там есть очень-очень хороший знакомый врач, который, скажем так, нам за полтора месяца очень-очень сильно помог. Так что, если вдруг у вас какие-то проблемы или вопросы есть насчет зубов, тоже пишите в личку. Мы вам дадим контакты этого врача. Потому что мы остались очень довольны. И о нем только положительные отзывы. И я считаю, что Чебоксары для нас это как еще один переезд. Потому что мы целых полтора месяца жили у родственников мамы. И там, если честно, нам очень понравилось. Это прекрасный город. У нас была возможность погулять, походить, посмотреть, что это за город. Это было лето. Это была в основном прекрасная погода. И заодно параллельно мы делали свои дела. Плюс там я пошла на курсы маникюра. И теперь я дипломированный специалист по маникюру. То есть я могу и наращивать ногти, и делать шелак, и так далее. В общем, это такое значимое для меня событие. Значимая поездка. Это получается пятое. Чебоксары. Дальше из Чебоксары. Мы вернулись опять к маме. Еще какое-то время побыли там. И уже купили билеты сюда. В Испанию. И я ехала, вот честно скажу, я ехала в Валенсию. Когда изначально у нас был запланирован первый переезд. В Таиланд. Я была, ребята, я была уверена, что я уже там не пропаду. Мы настолько знали все улочки там. Каждые тропиночки. Мы очень хорошо знали этот остров благодаря блогерам. Но когда мы ехали в Испанию, я лично вообще ничего не знала. То есть изучал только Олег, только он мониторил, только он смотрел. Я ничего не знала вообще. То есть я ехала в Валенсию. Я даже не знала, что мы едем в Сагунта. Какое Сагунта? Еще он говорил рядышком там. Ну, я даже название города-то толком ни разу не слышала. И да, это было такое, у меня большое удивление, когда я начала здесь разбираться. Сама походу, ну, то есть мы вместе, да. Олег начал объяснять, что вот это Пуэрто-де-Сагунта, вот есть море, а вот есть Сагунта. Это вообще другой город. А теперь, когда люди нам пишут, я понимаю, что таких людей, как я, еще сотни. Они вообще не понимают, как бы, разницу между Пуэрто-де-Сагунта и Сагунта, да. Приходится им рассказывать, объяснять, открывать эту Испанию. Ну, в общем, эту страну мы начали изучать, вот уже находясь здесь. Ну, скажем так, так, как оно должно быть. Просто сколько раз у нас было такие ситуации, что когда мы были в Таиланде, мы смотрели кучу там экскурсий, кучу видео, а потом просто не ехали туда по той причине, что, а зачем, мы же все уже по видео видели. Смысл? Смысл этой поездки, если мы уже все знаем. Ну, вот не хотелось больше допускать таких ошибок, и мы отказались от просмотра, скажем так, вот всех возможных блогеров. То есть больше мы вот таким образом не изучали страну. Да, теперь я продолжаю смотреть блогеров, которые вот именно снимают быт, именно снимают влоги, рассказывают про какие-то, например, полезные, я не знаю, там, вкусности, либо какие-то полезные вещи, рассказывают, где что можно купить. Ну, в общем, такие фишечки именно страны, города, да, магазинов. Это мне стало интересно. А экскурсии, что-то такое, нет, теперь мы больше и не смотрим. То есть у нас прям табу такое стоит. Мы приехали сначала в отель, три дня прожили там, и дождались квартиры, которая освободится, которую мы нашли, когда ехали по дороге, можно так сказать, сюда просто. Мы даже еще вот на пути, еще не знали, куда мы заселимся, где мы будем жить и как это все будет происходить. Мы изначально планировали ехать в старый город, но планы наши немножко поменялись. Так случилось, что мы нашли квартиру в Пуэрто де Сагунто. И нас эта квартира полностью устроила. Ну, почему бы не пожили для начала там? Мы решили жить в Пуэрто де Сагунто. И вот только сейчас, наш седьмой переезд, мы находимся в том самом старом городе, в общем, совсем вот именно та Испания, о которой мы мечтали еще там в 2013 году. Вот мы представляли, как Испанию? Такая у нас, она сейчас за окном. Именно то, что мы вот видели в своих там думах, как вы представляли, что мы там даже видели, какие-то там фрагменты, моменты. Здесь живет, в этой стране живет моя подруга детства, в другом месте она живет в городе Кадис и живет уже очень-очень много лет. Она работает в агентстве недвижимости, говорит на испанском языке идеально бегло, то есть у нее уже не обычный испанский язык, а именно юридический, там со всеми документами и так далее. Мы увидели ее город и увидели, как там красиво. Вы посмотрите, Кадис, это божественный, красивый город, все белое, это нас так впечатлило. И нам там очень понравилось. Но спустя года, конечно, мы приняли решение, что поедем именно сюда. Ну, как мы. Решение принял Олег. Поэтому я замужем приехала сюда вместе с малышом. В общем, спасибо большое за то, что были сегодня с нами. Надеюсь, это видео вам было интересно, полезно. Оно получилось долгим, но мне кажется, что информативный, да? Ставьте лайки, пожалуйста, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Предлагайте темы. Дальше было до логических видео. Давайте обсудим с вами что-нибудь интересненькое, ответим на ваши вопросы. А сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok